Неделя Ой, дочка маленькая со мной, мама на пенсии, мы дверь забаррикадировали, окна закрыли и целую неделю, как у Христа, за пазухой. Я в чем мать родила, моя дочь в чем я ее. Красота. А вы завтра опять наработаете, прям не знаю, как быть, не знаю, во что одеваться, не знаю, грабить будут, раздевать, прям не знаю. Мне девчонки говорят, ты, говорит, позвони в МВД, ты, говорит, узнай прогноз преступления. Я позвонила, мы договорились встретиться, я прихожу туда, а у меня у входа генерал встречает, к лифту меня ведет, а я смотрю, у лифта никого, а генерал такой не старый еще. Я говорю, я в другом лифте поеду. Он говорит, что такое, что случилось? Я говорю, в другом поеду, чтобы ничего не случилось. Он говорит, да вы что? Я же, это же МВД, я же... А я говорю, ну что, не мужчин, что ли? Сами говорили, с посторонними в лифте не ездить. Он говорит, ну если вы так волнуетесь, вы поднимаетесь на пятый этаж в лифте, а я, говорит, пешком. Я поднимаюсь, он уже там. А если бы я с ним в лифте поехала шустрым таким? Мы, значит, заходим с ним в кабинет. Он говорит, пожалуйста, садитесь, слушаю вас так внимательно. Я говорю, я к вам от имени всех женщин Советского Союза. Помогите, пожалуйста, сил нет, грабят уже просто на пороге дома. Он говорит, обещаю вам, к 2000 году каждая советская женщина будет иметь индивидуальное средство защиты чести и достоинства. Я говорю, только, чтобы не в ущерб президентам. У нас сейчас столько президентов, и каждому нужно честь и достоинство. А что останется, эти крохи, мы подберем себе. Я говорю, посмотрите, как женщины могут себя защитить. Как? Нам же нечем. Как? Как? Женщины на цепочках носят гантели. Одна мне показала прям клизму с пудрой. Моя приятельница, она носит гарпун с собой. Ну, это хорошо, она крупного мужчину, а если мелкий попадается? Ей тут один мелкий попался, она прям целый день за ним бегала, чтобы его проткнуть. Мне моя подруга рассказывала, подруга, не кто-нибудь, подруга мне рассказывала. К ней ночью, она уже спать легла, в спальню, входит. Ну, кто ночью в спальню, кто может войти? Ну, конечно, муж. Но она уже отвыкла. Она ужасно испугалась. Она залезает под подушку, достает оттуда индивидуальное средство защиты. И этой сковородкой, трехкилограммовой, представляется, как рука устает уже первые 20 минут. Я говорю, женщины уже прям стали гримироваться под окружающую среду. Но это опасно. Идет мужчина, думает, куст. Или тумба, оттуда! Я говорю, очень много инфарктов. Он так руку положил, говорит, обещаю вам, в 2000 году советская женщина вообще забудет, что такое честь и достоинство. Ну, вот я вам сейчас все сказала. Я побегу, ладно? Я боюсь поздно возвращаться. Сейчас, который час, не скажете? Нет? У кого часы? Нет? В темно уже. В темно. Я очень боюсь, когда... Хотя, чего я здесь-то боюсь? А меня может кто-нибудь проводить, а? Хоть сегодня я могу не бояться, а? А? Может кто-нибудь? Мальчишки? Ребятки? Я не буду бояться домой идти. Спасибо. Вас как зовут? Алексей. Алексей? Лешенька родной, проводите меня домой? Обязательно. А не будете бояться, нет? Конечно нет. А там темно. Ну и что? Не будете бояться? Нет. Я с Лешей ушла. Пока.